Привет, друзья! Меня зовут Иванка, и рада видеть вас на канале Польский Онлайн. И сегодня, как вы уже могли догадаться по названию видеоролика, мы поговорим с вами об одежде. Тут вы будете видеть картинки, а я это дело всё буду комментировать. Начнём мы с нашей головы. На голову мы можем надеть чапку. Чапка — это шапка, соответственно, и каптур. Каптур — это капюшон. Дальше перейдём к верхней одежде. У нас есть куртка, в принципе, созвучно с русским словом, альбо футро. Футро — это уже шуба. И также может быть плашчь. Плашчь — это пальто, плашчь — тоже всё понятие смешано. Настемьте мамы кошуле. Кошуле — это у нас рубашка. Я джище мам на собе кошуле. И, кстати, чтобы вы сразу понимали, как это будет надеть какую-то одежду на себя, то бэнджи заожичь. Например, я заожи вам джище кошуле, то есть я надела рубашку. И мы очень подобное слово кошулька. Кошулька — это уже у нас футболка. И можете запомнить, что еще мы под кошулек. Под кошулек — это майка. Настемьше мы светер, который есть очень подобный на русское слово свитер, альбо может быть блуза. Здесь внимание, блуза — это такой свитшот, то есть более спортивная, такая кофта. Следующее слово у нас для мужчин — это гарнитур. Гарнитур — это мужской костюм. И если мы разложим мужской костюм по деталям, то мамы маринарки. Маринарка — это пиджак. И мамы сподни. Сподни — это у нас брюки. Далее мамы спудница. Спудница — это юбка. И сукенка. Сукенка — это у нас платье. Остатнюю, барзо популярны дрессы. Дрессы — это вообще спортивный костюм. Но так само дрессы можем повечать на свое сподне, то есть на спортивные свои штаны. Далее приходим до белизны. Белизна — это у нас белье. И перше, что мамы — это скорпетки. То есть это у нас носки. Далее мамы райстопы. Райстопы — это женская часть гардероба. Это у нас колготки. Еще один элемент женского гардероба — это у нас бюстонош. Албо поляцы любят mówить станик. Бюстонош мы можем перевести как бюстгальдер. Станик — как лифчик. И еще один элемент — это у нас маятки. Маятки — это у нас трусы. И если мы говорим обе лижне, то мы еще костюм компеловый. Это у нас купальник женский. Албо компеловки — это у нас плавки. Далее приходим до бутов. Буты — это у нас обувь. Вообще обуви, но сокращенно буты. Первое, что мамы — это пантофлы. Пантофлы — это туфли. Так само мамы козаки. Козаки — это женские сапоги, обычно длинные. На степне мамы адидасы. Как бы это странно не звучало, адидасы — это кроссовки. Не важно какой марки, то есть могут быть адидасы, найк. И если мы говорим о видах, обуви мамы балеринки. Балеринки — это балетки. Сандалы — это сандалии. И човенка — это у нас лодочки. И последний блок — это аксессория. То есть это аксессуары. Венц мамы окулары — это очки. Можем иметь рынковички. То есть перчатки. Шалик — это шарф. Парасоль — это зонтик. У мужчин у нас есть кроват, то есть галстук. И более женский элемент — это спинка до волосов. То есть заколка какая-то для волос. Это, в принципе, все слова, которые я выбрала для вас. Надеюсь, это видео для вас было полезным. Помните о том, что в описании у вас также есть конспект к данному видеоролику, где я всё описала, всё написала, о чём мы сегодня говорили. Поэтому качайте его себе, учитесь по конспекту. И мы увидимся с вами уже совсем-совсем скоро. Пока!